Сегодня начнем с нашей любимой рубрики хроники одичалых. В Лаптиканде наряду с охотой на инакомыслящих продолжается охота на ведьма с голой вечеринки и даже на инфоцыган первого эшелона. Елену Блиновскую хорошо знают в Украине. Это признанная королева инфоцыганства не только Лаптикандой, но и всего бывшего совка. В первую очередь Елена знаменита своим марафоном желаний. Его суть заключается в том, что если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное правильно загадывать и формулировать. То есть не учиться работать и рисковать, а правильно загадывать и формулировать. В общем, как любил говаривать граф Калиостро, материализация чувственных идей. За серьезную пригоршню рупиев Блиновская продавала уроки, как стать красивой, умной, богатой и счастливой. Естественно, мистическая техника достижения волшебной шары мгновенно стала популярной. Я уверен, что в марафоне чехления приняла участие вся многочисленная утиная гвардия губатых сандалей из Украины. Это нормально. Тупость и алчность не имеют национальности. Короче, Масленица принесла Блиновской десятки миллионов долларов и свои желания она материализовала с большим и заметным размахом. Доброго вечера, мы из Украины выдавайтесь в проект Украина в огне. На этом месте точно не забываем ставить лайки, точно не забываем делать перепосты, потому что при наличии 145 тысяч подписчиков, Facebook уже сделал так, что у нас в среднем 14 тысяч просмотров. И я, в принципе, ожидаю, что к концу месяца показатели упадут до одного просмотра. Это когда я отсматриваю видео для того, чтобы проверить, оно записалось с браком или нет. А почему бы и нет? Возможно, вся наша аудитория давно устала от войны и смотрит русские тиктоки и русские публики. Все-таки марафон желаний это сильно круче, чем наш проект. Ну, тем не менее, все, кто остались, ставим лайки, делаем перепосты и не забываем про комментарии в конце сюжета. А мы возвращаемся к инфо-цыганам. В общем, Блиновская процветала, но внезапно в Лаптиканде случилось СВО, ухудшилась экономическая и политическая ситуация. Но Блиновская и многие другие простоклеточные блогеры, артисты и коучи личностного роста сделали вид, что они традиционно вне политики. Но, как обещал Мартин, Фридрих, Густав, Эмиль, Немеллер, в этот раз пришли не за евреями-социалистами, а именно за инфо-цыганами. Короче, Блиновская сидит в СИЗО. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму в 1 миллиард рупиев. Но главный прикол в другом. Как оказалось, марафон желаний работает, и какая-то тварь вместо счастья исключительно себе, видимо, послала лучи добра со Звезды Смерти именно для читы Блиновской. И в результате материализации желаний муж Блиновской оказался на войне в Украине. Ему кажется, что он все сделал добровольно и по зову сердца, но злые языки утверждают, что его иная бабища так все правильно загадала и сформулировала, что других вариантов у инфо-цыганского барана, вернее барана, просто не осталось. Конечно, конечно, нашлись и злые языки, которые подозревают Алексея Блиновского в корыстных мотивах. Они утверждают, что Алексей никакой не турбопатриот, и ему не близки идеи, когда весь мир превратится в Саратов и Воронеж. У семьи Блиновских другой план. Пока Алексей собирает и покупает дроны в составе Донецкого корпуса, я хз, что это за муть, а Елена сидит в СИЗО, оказалось, что некому присматривать за четырьмя несовершеннолетними детьми, которые родились во время марафона. И теперь адвокаты смогут использовать этот факт для перевода Елены из СИЗО под домашний арест. План прост, как детская игра в крысу. Точно так же недавно думала организатор голой вечеринки Настя Ивлеева, которая в наказание была отлучена от государственных спонсорских сисек и переведена в нижнюю часть государственной анатомии. Настя не растерялась, поплакала и сходила на выборы. Таким образом, она продемонстрировала власти, что она очень даже за политику во всех сферах человеческой жизни. И вообще, с детства голосовала исключительно за Жириновского и Владимира Алиноборца. Обычно это всегда помогало, но не в этот раз. СВО пожирает не только своих детей, но и маркетанток, которые неосторожно вываливают свои филейные части не в том месте и не в то время. Особенно, если части эти проповедуют не традиционную модель поведения в солдатском борделе, а выкобениваются в худших традициях западного декаданса. Короче, на днях Тверской районный суд Москвы зарегистрировал материалы по делу дискредитации урукая лаптикады со стороны бедной Насти. Оказывается, в начале вторжения она совершила ужасающий проступок. В инстаграме она опубликовала рисунок с голубем мира и написала следующее. Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающим военные действия. Я призываю вас договориться. Я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны. Естественно, теперь понятно, что за этими фальшивыми словами крылось неверие Насте в том, что Урукхай способен выполнить все цели специальной военной операции. Ну а когда она назвала себя человеком мира, стало очевидно, что Настя космополитка и приспособленка. Есть у меня подозрение, что теперь Настя резко присядет на скоростной кремлевский марафон желаний и без остановок загремит прямо в камеру к Блиновской. И будут они вместе загадывать и материализовывать желания. В общем, погромы в медийной и блогерской тусовке говорят о том, что турбопатриоты и разномастные моральные компасы, типа слабоумной Мизулиной и обнаглевшей мандарины Садамян, начинают формировать единственно верную повестку дня, где нет места ничему, кроме войны. Был у нас такой в нашей отечественной истории. Граф Муравьев, вешатель, всем известный. Он был родственник повешенного декабриста, другого Муравьева. И когда ему на это пеняли, он говорил, я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех Муравьевых, которые вешают сами. И действительно повесил публично 128 боевиков, которые, естественно, западная пресса называла никакими не боевиками, а инсургентами, повстанцами, участников польского восстания. Уж не знаю, дойдет ли до Польши или нет, но даже те территории, которые уже наши, очень нам нужна та дисциплина, о которой ты рассказывал в начале. Теперь ты враг не только, когда ты за мир, но и просто, если ты не интересуешься, не помогаешь и не берешь участие в войне. Эксперимент интересный, но отнюдь не новый. Практически всегда он заканчивается большими тюремными сроками либо виселицами после международного трибунала. Не вижу причин, по которым это не произойдет и в этот раз. При этом чиновникам Лаптиканды, их семьям и челяди по-прежнему можно практически все. Вот, например, мэр затонувшего города Орска Казупица. Пока Арчата пытаются вернуться в родные фавелы и оценить убытки от наводнения, его сын и внуки с началом СВО перебрались в Саудовскую Аравию, а с началом потопа в Дубай, где приобрели квартиру в новостройке площадью 90 квадратных метров всего за 350 тысяч долларов. Отец семейства утверждает, что сын тяжело работал на Сахалине и имеет право на кусочек дубайского счастья. Тут я согласен. На фоне особняков Рамзана Кадырова Казупица-младший выглядит чистой нелепицей. Но вот Настя Ивлеева и Алексей Блиновский, а также жители Орска могут с этим не согласиться. Но, слава богу, для семьи Казупис всем недовольным сейчас сильно не до особняков в Дубаях. Блогеры мечтают про отдельные камеры с телевизором, а Арчане про любую крышу над головой и недорогой теплый суп. На этом практически все, но в конце сюжета я хотел бы похвастаться новым артефактом из нашего онлайн-магазина мерча. Вашему вниманию представляется практически серебряный, но на 100% железный топор, который, несмотря на орнамент и символику нашего проекта, является абсолютно рабочим инструментом. Эти шедевры нам изготавливает настоящий украинский кузнец. И это стопроцентно ручная работа. Очень крутая вещь, я вам серьезно ее рекомендую. Крутая, классная, функциональная и эксклюзивная. Я сейчас, кстати, укатываю маэстро создать для нас эксклюзивный нож или кинжал. Но Бортка или Сокира это реально круто и он уже есть в нашем онлайн-магазине мерча. Ссылка в описании. Ну а теперь на этом все. Помните, что империя будет разрушена или разрушена. И марафоны желаний иногда сбываются. Слава Украине!